Привет мои скилты, с вами Кью Байт и добро пожаловать в LEGO Star Wars The Force Awakens. Сегодня у нас будет... Соби... Рай... Кааа! Сегодня мы будем создавать свои мини-фигурки, создавать возможно меня, возможно каких-то забавных персонажей. На улице сейчас не очень приятная погода, там постоянно идёт дождь. Как бы я не супер люблю солнечную погоду, но супер дождливую я тоже не люблю, потому что после меня бывает душно. И если вы вдруг сами хотите пособирать персонажей, то это находится на планете Ткардово. Давайте я покажу на карте место прям конкретное. Это вот где-то вот здесь находится, да? Вот мы сейчас здесь, да, вот где-то... А, вот здесь! Окей, вы заметили, да, где-то? Так, теперь... Я что-то потерялся немного. Эй! Нам сюда же, да? Сейчас мы посмотрим. Да, да, нам сюда, здесь эти капсулы. Я ещё ни разу не пробовал, я только вот нашёл это место. Я увидел, что здесь нужно собирать персонажей. Оу, тут кто-то уже есть. 49 градусов. Ну ладно, попробуем здесь. Как это вообще работает, я не представляю. По-моему, мы будем в воде, и это забавно уже. Да, некто один, давайте. Вау! То есть так это работает. И смотрите, здесь есть код, то есть вы можете по коду создать такого же персонажа, как и я. Интересно. Оу, у меня снова геймпад отрубился. Всё, можно продолжать. У меня просто провода какие-то некрепкие. То здесь отрывается, то наушник отрывается. В общем, бывает такое. Давайте посмотрим. Я не знаю, как этот код нужно ввести. Есть меню деталей. Лицо. Глянем, что здесь есть. Вау! Можем совершенно любое выбирать. Ааа, Дарт Молл, ну конечно, ты меня тянешь прям. Ну я не знаю, как он будет выглядеть, но я пока выберу его. Потом, если что, мы поиграемся ещё с этим. Головной убор я, наверное, пока уберу, потому что... Вау! На просто человеческой коже это выглядит очень странно. Ну ладно. Как будто рыба какая-то. Тем более, он сейчас хотя... О, там рыбки. Волосы. Давайте глянем, что здесь есть. Какие-нибудь самые забавные прически я хочу. Это, наверное, прическа Фин... Нет, это не Фина. Афра! Чёрт, я всегда хотел прическу Афра. Конечно же. Есть головы различные. Можно выбирать, допустим, вот такую голову. Ну, здесь, к сожалению, не видно нашей... Да, нашего принта. Так что пока мы её выбирать не будем. Классно смотрятся глаза. Подсвечиваются. Горят жёлтым. Прям агрессивненько. Аквамен новый. Здесь, к сожалению, наверное, ничего не подходит. Да? Здесь только головы. Нет, тогда нам такое не нужно. Как их убрать? Вау! Здесь есть даже форма головы. Такого в LEGO Marvel's Avengers точно не было. Хотя там... А! Форма головы это... Это чё, просто цвет что ли? А при чём здесь форма? Они, наверное, не знают... Вау! Вот так выглядит круто, да? Он выглядит забавненько. Туловище. Перевод, конечно, хромает, но пойдёт. Ладно. Туловище нам нужно, смотрите. Ну, под цвет. Или красное, или жёлтое. Ну... Ну, кстати, вот так неплохо выглядит, да? Согласитесь. А теперь нам нужны какие-то жёлтые руки. Я не хочу брать чисто. А ну-ка вот так. О! Вот так отлично. Нам, слушайте, прям всё подходит. Кисти рук. Но сама менюшка сбора мне нравится намного больше, чем в LEGO Marvel's Avengers. Потому что там она уже наскучилась за всё это время. В LEGO Marvel's Super Heroes я так собирал. В LEGO Marvel's Avengers уже надоело. Тем более в LEGO Batman 3 Beyond Gotham была примерно такая же. Здесь уже что-то новенькое. Мы плаваем прямо в такой капсуле большой в воде. Круто. Ну, или это не вода, не знаю. Может, какая-то другая жидкость. Ну, супер вообще! Мне очень нравится. Так, что там есть? Случайно. Следующий. Всё? Нельзя даже выбрать никакие способности. Нельзя выбрать даже оружие. Что-то очень странное. Нет, правда, а как же оружие выбирать? Давайте теперь попробуем создать меня. Наверное, да? Вот, чтобы прям очень похож был. Я, по-моему, не раз так не делал. Я всё время баловался. Давайте вот что-то прям очень похожее. Ну, лицо у меня, наверное, вот такое обычное, да? Ну, маску мне нужно только убрать. Головной убор. Не знаю, почему нельзя выбирать оружие. Это очень странно, как по мне. Потому что оружие это самое главное, что здесь может быть. Я бы хотел себе крутой меч дать. Или можно где-то это находить. Или в другом месте нужно выбирать. Я не знаю. Напишите в комментариях, потому что... Ну, я пока этого не нашёл. Может быть, мы и до этого дойдём. Окей, дальше волосы. Ой, мне нужно, да, цвет головы потом убрать. Потому что, ну, он чёрный. Я не чёрный, к сожалению. Ну, волосы, наверное, вот такие нужно, да? У меня примерно вот такие волосы есть. Да? Наверное, так, да. Пускай будет. Форма головы. Ну, а это именно цвет. Так что давайте выберем его... Вот светло-карамельный. Туловище. Так, ну, у меня сейчас чёрная футболка, кстати, с гражданской войной. Давайте что-то подобное здесь и найдём. К сожалению, гражданской войны здесь не будет. Я в этом точно уверен. Но вот что-то такое чёрненькое можно взять, я думаю. Тин, на самом деле, я бы такую носил мантию. Ну, поставим пока так, да. Хорошо. Что здесь ещё есть? Ну, рукава нужна тоже чёрная. К сожалению, здесь обрезанных вроде таких нет. То есть, знаете, как под футболку. Можно взять вот так. А, кстати, очень странно смотрится. Типа я в майке. Ну, ладно, пускай будет так. Конечно же, светло-карамельные кисти. Нет, это слишком забавно. Нет, я такое оставить не буду. Это слишком странно выглядит и как-то не очень нормально. Вот, есть плавки такие, да? Ну, такое. Ну, они больше всего подходят. Пускай будет так. Таз мы выберем, не знаю, какой-нибудь... Такой рандомный, наверное, да? Да, пойдёт. Я думаю, нормально смотрится. И, в принципе, всё. Вот смотрите, это мой код, по идее. Он очень странный. А что такое следующий? А-а-а, вот! Нужно было... Вот что нужно было делать. Оружие. Код. Вот где нужно вводить код. Если что, если вы хотите создать кьюбайта. Оружие, наконец-то, ребята! Вот это то, что мне нужно было. Дубинка. О-о-о, это будем так. Трейтор! Ну, такое я не хочу. Меч. Давайте. Я, конечно же, беру меч, потому что, ну, мечи я люблю. Да все любят мечи, чёрно возьми. Хотел бы взять, конечно, меч Кайлорена, но он уже поднадоел немного. Графадуку. Вот такой, немного кривой. Ммм, Дартомола. Трудный выбор. Трудный, трудный. Давайте жёлтый возьмём. Не знаю, почему-то мне хочется жёлтых. Хотя я красный люблю больше. Давайте вот такой. Всё, вот мне нравится. Прямо идеально. Кьюбс готов. И... Да, наверное, нехты би. Всё, теперь я хочу за него поиграть немножко. Хоть посмотреть вообще, что он умеет, как он выглядит. Интересно. Так, давайте уберём, наверное, Чубаку. Чубак, извини, я тебя очень люблю, правда, но хочу убрать себя. Так, нужно было, наверное, ещё подписать, что это кьюбайт. Пойдёмте выйдем на улицу, там посмотрим, а потом, может быть, ещё кого-нибудь забавного сделаем. Здесь вроде бы время суток не меняется. Это хорошо, это нам на плюс. Воу! Но он забавненько бегает. Это правда я. Что-то у него лицо какое-то очень тусклое, такое, знаете, ненасыщенное. Но выглядит интересно. Конечно, немного не подходит таз, потому что, ну, подплавки не сочетается. Я, к сожалению, не нашёл там нужного, хотя я просто на руках выбрал. В общем, странно. Да, смотрите, кстати, реально у него кожа на руках, смотрите, здесь нормальная. Кисти такие тёмные, и здесь тоже тёмные. Нужно было по-другому подбирать. В общем, странно выглядит, как будто я сейчас умираю, или я уже мёртв. Достаньте меч. Вау! Кюбс! Будет вас всех кромсать. Ну, кстати, он получает способности, видимо, смотря какой меч вы выберете. Оу, извини, чувак, пожалуйста. Какой меч вы выберете, такие анимации у вас и будут. Это довольно странно, к сожалению. Выбирать какой-то стиль боя нельзя, было бы очень круто. Вот в UFC такое есть, в UFC 2. Ну, давайте попробуем ещё какого-нибудь забавного создать. Прям чудовище, чудовище. Начинаем с лица, и прям самое-самое уродливое берём. Хотя, наверное, знаете что? Нет смысла лицо выбирать, потому что... Это что? Почему у него... Да, похоже, здесь есть проблема, как и в LEGO Marvel's Avengers, с наложением. Это печально. Ну, ладно, хорошо. Головной убор мы не будем брать. Волосы мы тоже. Головы! Мне нужна голова, самая-самую какая-нибудь такая. К сожалению, цвет нельзя менять. Я бы поменял цвет. Вот это очень забавно. Кстати, посмотрите, этот баг убирается, если поменять форму головы, а именно цвет головы, точнее, цвет кожи поменять, то он убирается, этот баг. Мы выберем тогда... А ну-ка. Нет, всё, нельзя выбирать цвет этих голов. Ну, тогда берём дроида, он мне нравится, я с ним смотрюсь странно. По крайней мере, это то, что мне нужно было. К сожалению, здесь нет каких-то необычных туловищ, никакого-то необычного торса, поэтому мы берём то, что здесь есть. Квинар. Нет, это очень странно. Хотя... Ну, ладно, пускай будет так, почему бы и нет. Руки. Оооо, какие крутые руки со стикерами какими-то странными. Тайбин. Ну, посмотрите, у него классные руки. Здесь есть с такой татушкой, что-то типа, знаете, осьминожих щупалец. Ну, странно выглядит. Ладно, пускай будет так, наверное, кисти. Опять же, кистей забавных нет, потому что здесь все леговские. Я бы хотел какие-нибудь, знаете, вот такие там щупальца и что-нибудь такое. Ну, кстати, вот лаванду выберем, да. Снежный штурмовик и юбка почему-то не выбирается. Очень странно. Нам нужен тогда зелёный какой-то таз. Прям совсем уродливого персонажа здесь создать не получается. Очень странно, но смотря на туловище, я вспоминаю Аквамена. Вот особенно поезд мне напоминает почему-то очень сильно Аквамена. Ладно, выбираем дальше. Самое интересное здесь оружие. Вот я не знаю, лично для меня самое интересное это пушки. Я люблю всякие мечи, всякие там оружия классные. Давайте вообще гоним, что здесь есть. Есть бластеры. Ну, бластеры, они же стреляют все примерно одинаково. Примерно. Воу, бластероса. Ну, он такой себе будет, я уверен. Кинжал. Кстати, интересно. Силовая пика. Это все неплохие оружия. Вот посохи тоже можно взять было бы. Ну, так себе. Винтовки, вот эти тяжёлые бластеры, они тоже классные. Но сейчас их брать смысла нет, потому что я хочу что-нибудь знать такое яркое прям. Давайте возьмём, наверное... Есть вот такой фиолетовый, есть розовый. Ну, давайте возьмём жёлтый, наверное, да? Жёлтый ему подойдёт лучше всего. Воу. Переименовать. Давайте назовём его как-нибудь странно. Так. Где-то он должен быть здесь. Да! Доктор Мом! Конечно же, куда же без Доктора Мома? Я даже по-русски написал. Но выглядит он странно. К сожалению, здесь прям уродливых персонажей создавать нельзя. Как в Дарк Соулсе, например, или в Бладборне. Помните, мы там создавали что-то похожее на Кабуто из Наруто. Ой, чё-то я странно сказал. В общем, вот так выглядит наше существо по имени Доктор Мом. Руки у него с татушками щупались, чёрные. Воу. Да, кстати, здесь можно, смотрите, вот так. Воу, перекаты делать. Потом у него голова дроида, которая мне очень нравится, на самом деле, и похожа чем-то на рыбью. У него как будто чешуйки. Эй, куда делся мой офигенный, да, пояс. Я же ставил пояс Аквамена, вы видели сами, он стоял. Я ничего не менял. Ну и ладно, у него, смотрите, такой жёлтый меч. Воу, стойка, кстати, очень классная. Давайте посмотрим. Вот, видите, анимация уже другая, здесь он медленно дерётся. Ну это же Доктор Мом, что с него взять? На этом, наверное, всё. Мы посмотрели с вами. То есть, в таком просто забавном виде, в формате, я пытаюсь показать вам кастомизацию персонажей, что вы можете создавать. Можете сами попробовать. Если вы что-то забавное создаёте, то присылайте в группе ВКонтакте под этим видео. Мы посмотрим, посмеёмся всё вместе. Ставьте лайк, если вам такое нравится. Оставляйте свои комментарии. Ждите DLC, ждите прохождения бонусных уровней. Всего-всего ждите. Заходите на всякую встречу, но там обзор Лего на Ниндзяга будет сегодня. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok